Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина и мой канал «Счастье и успех для всех!» Как всегда, рада вас видеть, мои дорогие друзья! Сегодня у меня будет тема для тех людей, которые больше интересуются создать свой YouTube-канал – блогинг. Я хочу поделиться своим опытом, как я достигла более 100 тысяч подписчиков, сейчас уже около 112 тысяч, без единой рекламы. Ни одной копейки я не потратила на рекламу. Итак, давайте посмотрим, как это было. Итак, что для этого необходимо делать? Я, наверное, сделаю на эту тему мастер-класс, но сегодня я просто коротко пройду по пунктам и дам такие основные знания, что нужно знать начинающим блогерам, YouTube-блогерам, которые хотели бы преуспеть в этом бизнесе. Но первое, что я хочу сказать – YouTube. Но не YouTube, а YouTube. Если вам это слово, вы хотите быть специалистом в этом деле, хотя бы произносите из уважения к этому потрясающему каналу правильно это слово, потому что это на самом деле одно из самых величайших достижений современности. Это настолько образовательный канал, что если вы будете в нем участвовать, то добро пожаловать. Это вы принесете какую-то определенную пользу человечеству участием в этом канале. Итак, что я делала? Как я его достигла? Ну, открыла я свой канал, начала где-то в 2015 году, это уже 4 года. И я сделала это просто так вот, взяла свой компьютер, села перед компьютером и записывала, наверное, года 3 или 2,5 только в своем компьютере. Я даже не знала, что нужно писать описание, теги, ничего. Я просто делала вот все это даже без особого образования. Не потому, что я такая неграмотная, а просто я была занята своим основным бизнесом, недвижимостью. И это я делала как хобби. Я не относилась к этому профессионально. Позже я уже стала смотреть, что делают другие. И, конечно, я старалась и сегодня думаю, что я довожу это до достаточно хорошего уровня. Хотя это еще не совсем, конечно, это не профессиональный уровень. Итак, что я сделала и что необходимо делать, чтобы приобрести подписчиков на YouTube? Ну, любой человек вам скажет. Первое, найдите свою нишу. Найдите то, что вы знаете, в чем вы специалист, и говорите об этом. Обычно люди ищут каких-то знаний определенных от специалистов, от профессионалов. Я не делала канал по недвижимости. Мне казалось, это не так важно. Это все-таки небольшая группа людей, которые этим интересуются, а более большой группа людей, которые интересуются тем, чтобы просто улучшить качество своей жизни. Это была моя ниша. В свое время я очень много прошла коучинг. У меня было много великолепных, потрясающих коучей. Я прочитала много книг, и читаю по-прежнему очень много. И мне хотелось всем помочь. Поэтому мой канал называется «Счастье и успех для всех». И я говорила для тех, кто ищет свой путь к счастью и процветанию, к лучшей жизни. Не для всех, а для тех, кто ищет. Я даю знания, я помогаю людям найти эти знания. Итак, это была моя ниша. Вы должны найти свое. Вы знаете, что самые успешные каналы обычно не самые интеллектуальные каналы. Это обычно какое-то простое что-то. Или мейкап, или развлечение, или что-то еще. На тех каналах обычно миллионы подписчиков, на интеллектуальных каналах людей не так много. Потому что на самом деле в обществе людей, которые хотят что-то делать дополнительное, хотят быть успешными, умными, не так много. Больше людей, которые ищут просто пустые развлечения. Поэтому найдите, в чем вы сильны, ваши знания, то, что вам нравится делать, и делайте это. Поэтому блогинг – это, прежде всего, ниша. Ниша, какая вы должны решить и подумать сами. Второе. Сегодня я дам только такие вот пункты, но я сделаю подробный мастер-класс. Это техника. Я думаю, времена, когда можно было сидеть перед своим маком, перед своим компьютером и записывать вот такие вот видео прошли. И времена мобильного телефона, в который вы сидите и запишите, тоже, я думаю, в основном прошли. И сегодня так много конкурентов на рынке, так много высокого качественного продукта, что все-таки вы можете начать с его мобильного телефона или компьютера научиться. Но все-таки индустрия – это ожидает от вас более качественного видео, съемок. Поэтому вот сейчас у меня Canon 80D, и прелесть этой камеры в том, что у нее не только хорошее качество, но и экран, в который я себя вижу. То есть экран, я могу его вернуть в сторону, и я вижу себя, когда я разговариваю. Мне это удобнее. Я, во всяком случае, вижу, где что идет не так. И на самом деле работает съемка или нет. Второе – свет. Самый лучший свет – это, конечно, натуральный свет. Вот я сейчас сижу просто перед окном. У меня включены potlights, много для того, чтобы освещать то, что за мной, картину и все. Здесь они мне не нужны, потому что любой желтый свет, любой искусственный свет даст вам только больше морщин, сделает хуже ваше лицо. Поэтому обычный дневной свет – это самое лучшее, что вы можете для себя сделать. Я иногда даже вижу, что люди садятся на кровать, перед окном, только для того, чтобы получить этот дневной свет. Но мы поговорим об этом позже. Итак, свет дневной самый лучший. Поэтому если вы можете записывать при дневном свете – да. Если нет, то вам нужно будет купить какое-то освещение, которое вы можете купить, или это кольцо, которое я использую иногда, когда очень темно, в каком-то темном помещении, или любой другой. Посмотрите. По каждому вопросу вы можете пойти на YouTube и получить подробную, тщательную рекомендацию от высокого уровня специалистов. По каждому вопросу, который у вас возникает. Следующий вопрос – это звук. Вам необходим микрофон. Вот просто перед компьютером, как я это делала, три года из... И скольки? Из четырех? Нельзя. Нужно купить свой микрофон. Обязательно. Петличный микрофон самый лучший. Но посмотрите, блогеры, даю вам великолепный тип, который я получила от профессионалов. Вы видите, что у меня есть микрофон? Его нет, его не видно. Микрофон женщина может спрятать полностью под одежду. То есть вы можете пропустить микрофон под свою одежду и под свой брак. Под бюстгальтер вот здесь. И этим он будет вот в этом вот местечке у вас держаться. Так как у женщин есть... Вот сейчас я ловлю свой микрофон. Я его не приклеила. На самом деле, самое правильное, это приклеить свой микрофон вот таким обычным просто или скотчем, или тейпом. И приклеить его к своему телу. И то, что он будет у нас через одежду, даже улучшит, уберет какие-то лишние помехи, которые у нас с вами есть. Но еще вот у меня есть такой кликер, которым я включаю и выключаю камеру. То есть мне не нужна никакая помощь. Я не должна ходить туда-сюда или обрезать вид. Итак, звук, как я сказала. Мужчины, конечно, прикрепляют свой петличный микрофон к своему пиджаку. Мы, женщины, не всегда хотим его одевать. Нам это неудобно. Единственное, что вы не можете одевать брюки. Чтобы так пропустить под одеждой свой микрофон, вам будет сложнее в брюках. Или надо иметь рубашку на выпуск, чтобы пропустить его под свой бюстгальтер и прикрепить к своему телу вот здесь. То есть мой микрофон сейчас у меня спрятан вот в этой вот части. Вы его не видите. Это гораздо интереснее и лучше. Вы только прикрепите его каким-то тейпом. Это будет так. Что хочу сказать по поводу звука и голоса. Ну, вообще, есть люди, у которых так называемый sweet voice. То есть приятный голос. И людей этих с удовольствием слушают. Я очень часто нахожу полезнейшие для себя видео, где говорят именно о YouTube-каналах, о Instagram, где мне нужно набрать знания, и я не могу слушать какой-нибудь скрипучий голос. Или очень быстрый голос. Поэтому постарайтесь, натренируйтесь, сделайте так, чтобы ваш голос звучал приятно. И никогда не говорите очень быстро. Считается правильная скорость разговора на канале, это когда даже вам немножко некомфортно, что вы говорите медленнее, чем вы хотели бы говорить. Вот тогда это будет правильно, и это будет легко усваиваться вашими подписчиками. Им тогда будет интересно и приятно вас слушать. Поэтому те блогеры, которые говорят очень быстро, всегда теряют аудиторию и просто смущают своих людей, чтобы они с такой же скоростью успевали. Вы не диктор центрального телевидения и вообще какого-либо телевидения. Люди потому и не смотрят сегодня телевидение, потому что все устали от этой ужасной скорости. И, конечно, люди хотят видеть естественного, живого человека. Это самое главное, почему YouTube набирает миллионы viewers, миллионы просмотров, а телевидение умирает. Это умирающий бизнес. Потому что все знают, что это промывание нашего мозга, что это насаждается информацией, которая нам не нужна абсолютно. А вот здесь мы получим именно то, что хотим, потому что у нас есть выбор. В телевидении у нас выбора нет. Итак, голос. Голос должен быть вас приятным. Люди любят приятный голос. И еще очень важно давать в это какую-то энергию. Вы не можете говорить, сейчас я буду говорить так. Да, YouTube, это такой вот бизнес. Вы можете зайти на этот бизнес. А можете и нет. Это ваше решение. Кто будет? Кто со мной останется? Я должна выдать свою энергию. Я должна говорить с этой энергией. И обязательно улыбайтесь, когда говорите. Помните, это вы никого не видите. Но вам смотрят в глаза. Поэтому смотрите в камеру. Мне тоже понадобилось время, чтобы этому научиться. Смотреть в камеру. Сейчас еще до сих пор я смотрю иногда на экран, где я себя вижу, а не в камеру. Это немножко смещено. Смещены мои глаза вправо. В камеру я бы смотрела прямо. Но это просто сложнее, гораздо сложнее. Но это обязательно надо делать. Учусь. Я тоже этому учусь. Итак, энергия, улыбка, микрофон обязательно. Петличный микрофон самый лучший. Я пробовала разные микрофоны. Я покупала микрофон, который ставится на камеру. Не работает. Получается треск, шум, даже самый дорогой микрофон не работает. То есть даже любой отдельный микрофон у вас должен быть такой, что вы должны в него непосредственно говорить, прямо рядом. Вот так, как люди, когда держат микрофон, говорят прямо в него. Это невозможно. Или надо ставить на стол свой микрофон, что никто не хочет делать. Сидеть или стоять? Я всегда предпочитала стоять. И у меня, вы видите, очень много видео там, где я стою. И я люблю это делать. Потому что именно когда стоишь, ты чувствуешь энергию. Я легче двигаюсь, я легче разговариваю. Я гораздо лучше преподношу материал, когда я стою. Но потом я посмотрела это на большом экране. Советую всем всегда посмотреть свои видео на большом экране. И я поняла, что, наверное, контакт со зрителем будет лучше, если я сижу. Хотя мне нужны ваши комментарии, когда вы меня смотрите, что вы говорите по этому поводу. Итак, я сказала, что скорость разговора должна быть медленнее. Старайтесь улыбаться, смотреть прямо в камеру. Следующее, что я должна с вами обсудить, это заставки. Всегда, очень часто, особенно раньше, ставили какую-то заставку. Вот посмотрите YouTube Юлии Высоцкой, когда у нее достаточно длинная заставка. И в каждом видео одна и та же заставка. Ну и много таких. Здесь, на Западе, Америка, Канада, заставки практически не используются. Их почти нет, потому что они никому не нужны. Зачем нужна заставка? Уже вся информация у вас сказана в начале. Вы ее видите, люди понимают, о чем будет речь. Что люди от вас хотят, это информации. Для этого они на вашем канале. И вы должны ценить, что люди для этого пришли. Если вы строите это свой бизнес, это ваш бизнес. Поэтому заставки, на мой взгляд, никакие не нужны. Вы можете что-то дать все внутри видео, но вот разделять, вот посмотрите даже на канал Анны Якименко, когда она разделяет каждый раз темы разговора одну от другой. И это длится очень длинно. На мой взгляд, это совершенно не нужно. Совершенно лишнее, это drives me crazy. То есть я не люблю, когда кто-то теряет мое время. Следующее, на мой взгляд, очень-очень важное. Начать говорить на тему, которую вы обещали, сразу же, моментально. А не тянуть это время. Я даже вижу, у меня когда-то были какие-то видео, где я обещала говорить про пластические операции и ботоксы, а говорю обо всем другом, что мне казалось тоже тогда очень важным. И только в конце эта тема. Я сейчас смотрю и думаю, о май гад, как я могла так делать? Ужасно. Если вы сказали, что вы будете говорить про ботоксы по пластическую операцию или о чем бы то ни было, говорите об этом сразу, с самого начала. Я постоянно выключаю, не смотрю видео, если я вижу, что кто-то тратит мое время на заставки, на то, чтобы раскрутить сначала, что-то говорить, говорить о чем-то. То есть вы должны сказать, наверное, в самом начале для новых людей, которые приходят на канал, о чем ваш канал, для кого этот канал. Вы можете сказать, но потратить на это очень короткое время. И может быть даже не каждое видео. То есть смысл в том, чтобы вы сразу же говорили на тему, которую вы обещали. Вы обещали говорить по поводу неудачных браков. Начинайте сразу же об этом говорить. И говорите конкретные. Вы заметите, что самые миллионные, 5-6 миллионов YouTube-каналы, те, где даже и не люди, где даже непосредственно вам с вами никто не говорит. Такие очень успешные каналы, они все из мультипликации, и голос идет за кадром очень часто, где просто набор каких-то фактов, набор какой-то информации. Людям это нравится. Людям нравится, когда им что-то разделяется. И они получают конкретные какие-то знания. Поэтому имейте в виду, скорость подачи информации немедленно, сразу же не тяните. Иначе люди будут от вас уходить. Длительность видео. Восьмой пункт в моем списке. Идеальная длительность видео считается 7-8 минут. 6-7 минут даже, не больше. Я иногда делаю 15 минут, стараюсь никогда не делать дольше. Это трудно, кажется, так много нужно сказать, так много. Но когда посмотрите свою статистику, люди не очень любят смотреть долго, особенно если это им не интересно. 6-7 минут – идеальная длина видео. Старайтесь быть кратким. Краткость – сестра таланта. Это очень важное. Одежда. Какая одежда должна быть у блогера? Ну, я вижу очень много блогеров, которые, особенно женщины-блогеры, мужчины как-то обычно нет с этим проблем. Самое худшее, что мужчина для себя может сделать, это быть в какой-то майке, футболке. Причем такой слишком casual. Мне кажется, что это какое-то неуважение к своим зрителям. Но если это, конечно, не на футбольном поле. Для женщин, что я вижу, что происходит очень часто, женщины, может быть, в маечках, с тоненькими лямочками, какая-то неподобающая одежда для события, для профессионального события, которое вы делаете. Если вы делаете свой бизнес, делайте это как бизнес. Не надо показывать сексуальность там, где она абсолютно не нужна. Но не надо продавать информацию через сексуальность. Это неинтеллектуально, это глупо немножко. Поэтому имейте какой-то уровень. Тогда к вам придут умные люди. Тогда у вас будет канал, который вы сможете действительно сама получать от этого удовольствие. Я думаю, что одежда должна быть, конечно, соответствующей вашему каналу. Если вы секс-канал, то делайте, что хотите на нем, конечно. Что не рекомендую делать? Вот у меня здесь лежит такая книга Брайана Бофини, которую я заплатила, по-моему, за нее 500 или 600 долларов за этот курс, для спикеров. Вот такой вот курс. И здесь есть тоже рекомендации, как говорить на камеру и что одевать. Ну, можно согласиться, можно нет. Мне, честно говоря, и не очень нравится, как Брайан Бофини сам говорит. Ой, сорри, не Брайан Бофини. Брайан Бофини – это был мой другой коуч. Брайан Тресси. Брайан Тресси. Брайан Тресси. Мне не очень нравится, как Брайан Тресси говорит, мне кажется, что у него немножко нудная такая, скучная очень речь, может быть, даже и материал хороший, хотя, на мой взгляд, он немножко какой-то искусственный, хотя он взял очень много классов по спикинг и сам ведет такой курс, такую школу, но, как он сам говорит, не мой стиль, мне не подходит, не нравится. Тем не менее, что он рекомендует и в этой книге, и что я так думаю, вот мне самой приятно видеть, потому что я много смотрю каналов, он рекомендует никогда не одевать черное на видео, мне кажется, что почему не одевать черное, он рекомендует носить больше синий, зеленый костюм или одежду, и никогда не одевать белое, и никогда не одевать красное. Вот эти три цвета, они исключают полностью, считают, что черный дает неправильные тени лицу, а лицо выглядит плохо, белый тоже все это смазывает, а красный тоже дает такой эффект, который совершенно не нужен ютуберу. Но я не согласна. Мне кажется, у меня есть видео в красном платье, великолепные, потрясающие. Но это все зависит еще от того, кто ты, мужчина, женщина, какой у тебя цвет лица, какой у тебя цвет волосы, как это все вместе преподносится. Вот я считаю так. Поэтому одежда, да, обязательно, должна быть нейтральных цветов. Я не против черного костюма, мне иногда кажется, что это очень интересно. Но слишком casual одежда, мне кажется, неподобающая для профессионалов, если вы хотите быть здесь профессионалом. Следующие в моем списке комментарии. Что делать с комментариями, что делать с хейтерами, которых миллион в этом пространстве, и они будут вас доставать, и они будут вам писать. Иногда вы можете найти что-то очень полезное для себя в негативных комментариях. И очень часто я выискиваю в основном негативные комментарии. Люди необыкновенно добры. Они будут вам писать море хорошего. И на самом деле вести свой YouTube-канал – это один из способов поднять свой self-esteem, поднять свою уверенность в себе, почувствовать себя, кто ты на самом деле есть, как тебя оценивают люди со стороны. Что делать с людьми, которые пишут страшно негативные комментарии? Выискивать, если в них есть какая-то критика, которая действительно критика на то, что вы что-то неправильно делаете. Если она есть, храните этих людей. Не важно, что они написали вам оскорбительное что-то, это не имеет значения. Имеет значение только то, что в этом есть какая-то конструктивная критика, что вы что-то неправильно сделали, не так. Но если вы видите, что там просто нужен человек-психотерапевт, и человек пишет совершенно просто всякую ерунду, то таких людей я блокирую. И эти люди у меня никогда не возвращаются больше. Какие-то оскорбления, никакой конструктивной критики. Я блокирую таких людей, и их больше у меня нет. Но критика – это лучшее, что у вас может быть. Вы можете блокировать хейтеров, можете не блокировать, оставить их в себе. Но я заметила, что когда появляются вот такие вот хейтеры, то общее настроение у людей возникает другим. Они начинают как бы прислушиваться к этому. Я вчера вот слушала видео одного очень известного в России психолога Анатолия Курпатов. Мне очень понравилось, как он говорит. Первое впечатление, что он немножко такой актер интересный. Ну, конечно, чтобы собрать, понять из этого всего информацию, нужно слушать долго, много. Она неконцентрированная, она такая очень подробная, замечательная. И вдруг я читаю комментарии о том, что у него там нет кандидатской степени, вообще слушайте больше академиков. То есть кто-то прям сразу раз-раз-раз и мажет его. Несмотря на то, что он не нравится тебе, ну и уходи к другому. Но есть всегда люди, которые есть завистники, и будут портить общее впечатление людей. Я даже про себя потом подумала, а может, правда у него нет научной степени? Потом подумала, какие сегодня научные степени? Все самые лучшие научные степени у людей, которые читают литературу, читают книгу, слушают. Это другой мир. Научные степени больше не имеют такого значения, как они имели, может быть, 20-30 лет назад. Другой мир, все изменилось. Это уже не так важно. Вот так о комментариях. Поэтому следите за этим. Следующее, что я никогда не делала. Я вообще была полностью безграмотная, наверное, года два с половиной на YouTube. Я просто не делала это как свой бизнес. Это просто было мое хобби. И я этим не занималась. Я никогда не говорила. И до сих пор я очень часто еще не говорю, подписывайтесь на мой канал. Я считала, ну люди и так подпишутся. Им так понравилось, они и так останутся. Неправильно. Все говорят. Неправильно, неправильно, неправильно. Говорите, подписывайтесь на мой канал. Говорите, ставите лайки. Люди просто забывают это. Люди просто не думают об этом. Вот поэтому все говорят, что нужно говорить. И я теперь вам тоже так говорю. Ну и последнее, что в моем самом-самом последнем списке, это теги, которые надо ставить обязательно и делать описание к видео. Обязательно описание к видео. Сегодня я заметила, что если вы пишете название видео на английском, то ваш YouTube распространяется на гораздо больших платформах. Также точное название видео нужно написать в первой или второй строчке в описании. Оно обязательно должно быть. Вот это вот такие основные вещи. Итак, я за все эти годы только один раз рекламировала через TED Talks свой мастер-класс, а вот канал не рекламировала никогда. Ни Инстаграм, ни канал, никогда. Может быть, если бы я нашла таких хороших блогеров, я бы с удовольствием с ними копировалась. У меня до этого не дошли руки. Ну и так вот пока что он растет такой чистой органикой. Никаких накруток, никаких компаний многочисленных, которые ко мне обращались, я никогда не использовала. Я всегда все хотела сделать честно, и я говорила, у меня будет чистая органика. Поэтому, наверное, я никогда бы не обращалась в эти компании. Единственное, что бы я делала, это кооперировала с другими блогерами. Делать совместные, может быть, видео. Я делаю с тобой видео, это ты делаешь со мной. Вот это вот мне нравится, это хорошая идея такая вот взаимная. Наверное, это основная реклама, которая мне нравится, и которая мне подходит, и которую я бы делала. Вот такое вот видео для сегодня. Итак, на сегодня у меня 112 почти тысяч подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, и я сделаю мастер-класс специально по всем вопросам очень-очень подробно. То есть, если вам это будет нужно, пожалуйста, эта информация будет, и я сообщу о ней немножко попозже. Пока-пока, мои дорогие. Всего вам самого хорошего. Счастливого вам дня. Продолжение следует...